Что значит химическая эволюция галактики? Это история накопления в ней атомов всех химических элементов, которые рождаются в тех или иных процессах. Эта задача имеет самое непосредственное касательство к жизни человека, поскольку речь в ней идет именно о тех химических элементах, из которых состоим и мы сами, и планета, на которой мы живем, и окружающие нас предметы. И в общем это всегда сильно интересовало физиков и астрономов, откуда берется все окружающее нас многообразие. Современные представления о эволюции химических элементов в нашей галактике, в других галактиках, они зародились примерно в 50-е годы по понятным причинам. Именно в то время на Земле был очень большой прогресс со всяческими ядерными фокусами. И в конце 50-х годов, точнее в 1957 году появилась фундаментальная работа двух Барбиджей Хойла и Фаулера, которая с тех пор так и называется B2FH, в которой были описаны основные механизмы синтеза атомных ядер. Таких механизмов можно в целом наскрести, ну скажем так, 4 штуки. Один из этих механизмов это нуклеосинтез Большого Взрыва. Это нуклеосинтез, который не относится к химической эволюции галактики, это то событие, которое заложило основы. Это начальные условия для химической эволюции нашей звездной системы. Затем есть нуклеосинтез в звездах, связанный с нормальной звездной эволюцией. Есть нуклеосинтез взрывной. Это ядра, которые рождаются при различных взрывах, которые также происходят на звездах. Ну и еще один такой забавный механизм это реакции скалывания, которые происходят в космических лучах. Они не очень эффективны, как механизм синтеза химических элементов, но они являются практически единственным способом синтезировать некоторые из них, в частности бериллий и бор. Все остальные элементы, за исключением бериллия, бора, лития, водорода и гелия, рождаются в звездах. Таким образом, химическая эволюция галактики это эволюция звезд, из которых она состоит. Естественно, поэтому предположить, что с течением времени атомов тех химических элементов, которые не были рождены в процессе Большого взрыва, в галактике будет становиться все больше и больше. То есть мы можем ожидать, что между возрастом галактики и ее химическим составом будет наблюдаться какая-то зависимость. Но на самом деле, конечно, все оказывается гораздо сложнее, и галактика не является такой вот однозначной машиной для производства химических элементов. В ней происходит очень большое количество процессов, которые связаны и с перемешиванием вещества, и с притоком вещества извне, из вне галактической среды, и с выбросом вещества в межгалактическую среду. Поэтому вот такой четкой красивой зависимости между возрастом и химическим составом в галактике не наблюдается. Еще одна сложность связана с тем, что мы ведь не видим эволюцию галактики, мы видим только ее результат. В этом отношении астрономия, она так сродни археологии, может быть, потому что в археологии мы тоже видим только результат, не видим самого процесса. Поэтому, кстати, слово археология довольно часто применяется и астрономами в качестве метафоры исследования химической эволюции галактики. Мы видим то, что получилось. Но химический состав на разных этапах эволюции галактики законсервирован в звездах разных возрастов. Например, химический состав, которым галактика обладала около 4,5 миллиардов лет назад, законсервирован в Солнце. Если мы будем смотреть какие-то более старые звезды, то мы будем видеть химический состав галактики на еще более ранних этапах ее эволюции. И если посмотреть на всю протяженность жизни галактики, вот все те 13 миллиардов лет, которые она существует, мы действительно видим, что со временем в галактике накапливалось все больше и больше тяжелых элементов. Элементов, отличных от водорода и гелия. И сейчас одна из задач, которая решается астрофизиками, это исследование звезд со все меньшим и меньшим содержанием тяжелых элементов. Элементов, которые накапливаются в процессе звездной эволюции. В галактике есть галактический диск, в котором находится и наше Солнце. Для галактического диска характерен примерно такой же химический состав, как и для Солнца, с разными вариациями. Но в целом то, что мы наблюдаем на Солнце. Более старые звезды населяют окружающую диск галактики, сферическую подсистему, которая называется ГАЛА. В них тяжелых элементов примерно в 100 раз меньше, чем на Солнце. В состав ГАЛА входят и звезды с минимальнейшим содержанием тяжелых элементов, которые логично считать самыми старыми. Плоский галактический диск окружен сферической звездной подсистемой. И в этой подсистеме живут звезды, в которых тяжелых химических элементов примерно в 100 и более раз меньше, чем на Солнце. И в частности, среди звезд ГАЛА попадаются отдельные светила с экстремально низким содержанием тяжелых элементов. Сейчас известны звезды, в которых содержание железа более чем в 100 тысяч раз меньше, чем его содержание на Солнце. Логично предположить, что именно эти звезды с минимальным содержанием тяжелых элементов являются самыми старыми из выживших звезд галактики. Но, тем не менее, их нельзя считать самыми первыми звездами галактики, поскольку самые первые звезды галактики тяжелых элементов не должны были содержать вообще. Они могли состоять только из тех элементов, которые синтезировались при Большом взрыве. Довольно много усилий прилагалось и прилагается к тому, чтобы найти вот эти звезды, что называется, с нулевым содержанием тяжелых элементов. Но пока они успехом не увенчались. И тут рассматриваются разные варианты объяснения. Ну, например, такое объяснение, что первые звезды были очень и очень массивными, жили очень и очень недолго. Возможно, они существовали еще до возникновения галактики. Возможно, это было самое первое население нашей галактики. Так или иначе, они образовались, прожили положенное им время несколько миллионов лет, взорвались, загрязнили догалактическое или протогалактическое вещество тяжелыми элементами. А потом из этого уже слегка загрязненного вещества образовались те звезды, остатки которых мы сегодня наблюдаем. И далее вот этот процесс термоядерного синтеза, он уже происходил в таком более плавном режиме и в результате постепенно накапливались тяжелые элементы. Звезды становились все более и более богатые металлами и в конечном итоге появилось то, что окружает и нас. Правда, нужно сделать одно небольшое уточнение. В астрономии металлами очень часто называют все элементы тяжелее бора, то есть начиная с углерода. Это иногда вводит в заблуждение не специалистов, особенно биологи пугаются, когда при них углерод называют металлом. Эта традиция возникла по историческим причинам, просто содержание металлов гораздо проще определять в звездных спектрах. Поэтому вот так такое обобщающее название и возникло, его нужно учитывать, что когда астроном говорит о металличности звезды, о содержании в ней металлов, это вовсе не означает, что он говорит о железе, магнии, алюминии. Он может вполне иметь в виду кислород или азот. Именно с вот этими элементами сейчас связаны те исследования, которые, можно сказать, находятся на переднем крае изучения химической эволюции галактики. Это исследование накопления углерода, азота, кислорода. Это значительное продвижение в последние годы достигнуто в исследовании других галактик, не только нашей собственной. Появилось огромное количество инструментов, очень высококачественных, дающих очень качественные четкие изображения. Это и наземные телескопы, и, конечно, большой прогресс возник благодаря космическому телескопу имени Хаппла. И мы постепенно начинаем уходить вот от этой общей терминологии, от разговора о химической эволюции галактики. Галактика состоит из большого количества компонентов, даже наша галактика состоит как минимум из нескольких компонентов. Все они эволюционируют самостоятельно, при этом не независимо друг от друга происходит и какое-то взаимодействие. То есть химическая эволюция галактики реально оказывается совокупностью очень большого количества процессов, изучать которые в нашей галактике сложно. По той простой причине, что мы сидим внутри и достаточно многого просто не видим из-за того, что у нас одни объекты галактики заслоняют другие объекты. Но вот благодаря новым телескопам мы теперь получили возможность детально исследовать химический состав в других галактиках, в галактиках других масс, другой структуры, в галактиках других возрастов. Чем дальше мы смотрим во Вселенную, тем более мы удаляемся в прошлое, то есть это тоже такой способ изучения эволюции. И то, что происходит сейчас, это накопление информации о процессах, которые приводили к обогащению не только галактик, но и Вселенной вообще тяжелыми элементами. Мы начинаем все больше узнавать о том, как происходил нуклеосинтез на ранних этапах эволюции Вселенной. И можно с уверенностью сказать, что эти исследования будут оставаться на переднем крае астрофизики еще очень длительное время. В галактике и в нашей галактике, и в других галактиках отсутствует четкая связь между возрастом и химическим составом. Есть несколько компонентов в галактике с разным химическим составом. Есть в целом старая гала, есть чуть более молодой толстый диск и есть совсем молодой тонкий диск. Более точно по химическому составу возраст объекта определить нельзя. В качестве эталона современного химического состава галактики очень успешно используется Солнце. Звезда, которой 4,5 миллиарда лет, которая родилась примерно в середине существования галактического диска по времени. И Солнце вполне успешно с этой ролью справляется. Сейчас, наверное, можно смело сказать, что наблюдения обгоняют теорию. Наблюдения других галактик позволили накопить очень большое количество информации и о содержании химических элементов. И о том состоянии, в котором находятся эти химические элементы. Входят ли они в состав межзвездного газа? Входят ли они в состав космических пылинок? В состав какого рода космических пылинок они входят? Сейчас работают инфракрасные телескопы, которые позволили заглянуть в те спектральные области, которые ранее были нам недоступны. Работает телескоп Спитцер, работает телескоп Гершель. Готовятся к запуску новые телескопы. И благодаря этим телескопам мы получаем возможность не только рассматривать, собственно, процесс синтеза тяжелых элементов, но и рассматривать процессы фазовых переходов между твердой фазой, пылинками и газовой фазой, звезды и межзвездное вещество. И сейчас очень сильно увеличивается количество научных исследований именно на эту тему.